Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». Студия Мария Кожевникова. Здравствуйте. Кировская область попала в пятерку лидеров в ПФО по темпам строительного роста. А среди всех субъектов страны наш регион по этому показателю оказался на 16 месте. Объем строительных работ по итогам 2023 года оценивается в 46 миллиардов рублей с приростом в сопоставимых ценах на 10%. Сюда входят работы и по дорожному строительству, и по взведению школ, детсадов и медучреждений. Что касается жилья, то в 2023 году в регионе возведено 560 тысяч квадратных метров. Это порядка 6000 квартир. Вместе со строительством домов внимание уделяется ландшафтному дизайну, озеленению общественных пространств, созданию социальной инфраструктуры, отмечают в областном правительстве. 670 миллионов рублей направили в Кировской области на ремонт образовательных учреждений. Эту сумму выделили в 2023 году. И она в три раза больше, чем была направлена на эти цели годом ранее. Всего провести работы удалось в 500 образовательных учреждениях. 15 школ попали в феверальную программу капремонта. И в ближайшие три года в Кировской области капитально отремонтируют еще 41 школу. На это выделят 1 миллиард 700 миллионов рублей из федерального бюджета. Также в течение ближайших пяти лет стоит задача отремонтировать за счет средств областного бюджета все объекты образования, не вошедшие в федеральные программы, отмечают в региональном правительстве. В эфире экономика. На 26% вырос объем импорта фруктов в Кировскую область. Всего с начала прошлого года в наш регион из других стран было ввезено 1,5 миллиона килограммов фруктов, рассказали в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю. Ведомство, напомню, контролирует качество всей завезенной продукции. Так, например, в декабре сотрудники управления проконтролировали ввоз на территорию Кировской области трех партий свежих круж весом почти 60 тонн из республики Беларусь, выращенных в Турции. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.